Всем привет, я Даша и сегодня буду рассказывать о книге Нарине Абгарян «Понаехавшая». Вот так она выглядит. Кстати, очень удобный формат, я не люблю мягкие обложки. А здесь сегодня такой объём, что в мягкую обложку бы надо бы засунуть, но сделали вот такую очень уютную твёрдую, которую безумно приятно держать в руках и вообще читать. Мне очень понравилось. Но перейдём к форматам к сути. Перейдём издалека, потому что я хочу сравнить только с человеком. У меня была подруга, она очень красивая, метроскепкая, у неё увесистые, такие перси были, которые она, конечно, подчёркивала кофточками с соответствующим вырезом. И она всегда смоки-ай сделала. Не знаю, что она была таких пышных очень форм, а девушки, глядя на неё, зеленели от зависти, а парни падали штабелями. Человек абсолютно без комплексов, матерился так, что я за ней ходила, в блокноте их записывала. Особенно стал здоров, когда она вышла замуж за такого же языка, астовый парень, как она сама. Я когда приезжала к ней в другой город, погостить, вот если взять мои личные дневники тех времён, они все сплошь исписаны цитатами из их семейной жизни, потому что это было бы, я не знаю, грешно просто не записать для истории, для потомков. До такой степени вкусно не выражались, хоть и нецензурно. Острая на язык, очень себе уверенная, совершенно никаких комплексов. Всем таким пухлым девушкам надо брать с неё просто пример в этом плане. Она просто гений. Уверенность в себе, и так и надо делать. Её девизом по жизни – наглость, второе счастье. Это просто человек, который обожает отстаивать справедливость. Ну, конечно, там не обходится без двойных стандартов, но тем не менее. И я всегда говорила, что, ну, тебе надо было юристом делать. Она мне говорила, да, что я хотела. Но у неё не вышло, в общем. Она подругой пошла в профессии. И, то есть, такой очень вкусный человек, прям цимус. С ней безумно приятно общаться. Ещё приятнее с ней бухать и гулять. Там как-то вот стоило только сесть куда-нибудь, и всё. А как у неё целый образовывался круг. Прибегали какие-то вот знакомые, которые её знали, поздороваться, посмеяться, поржать вместе, потусить. Какие-то незнакомые парни подсаживались познакомиться, угостить что-нибудь. То есть, вот прям вот человек, батарею выбросил. Очень приятный, очень в себе уверенный, ещё раз повторюсь. Очень, ну, такая перчинка на ножках. То же самое можно сказать об этой книге. С ней не заскучаешь абсолютно и совершенно. Ты её читаешь, в неё как-то вот так унаешься в эту всю атмосферу. Очень такую взбудораженную, очень забавную, очень смешную. Никаких грусти, никаких стрессов, никаких депрессий. И все эти состояния просто эта книга отметёт на раз-два. Но предупреждаю, ценителей литературной речи она может задеть, потому что здесь есть нецензурщина. И описание некоторых половых отношений. Их немного, всего два, по-моему, даже полтора, я бы даже на это назвала. Но меня это очень задевало. Первую половину книги, потом как-то привыкла немножечко. Но я всё равно предупреждаю, если вы очень трепетно относитесь к русскоречии, вас могут, правда, очень сильно от этой книги оттолкнуть наличие в ней нецензурных выражений. Начальница главной героини... В общем, главная героиня здесь Констанция. Её начальница — это вот моя подруга, которую я вам писала. И вообще вся эта книга — это сплошь моя подруга, которую я вам писала ранее. За исключением главной героини. Книга «Потешность» забавная, если вы не против в книгах встречать маты, то вот, пожалуйста, читать рекомендую. Но не сказала бы, что эта книга для многоразового перечитывания, для того, чтобы поразмышлять о вечном, о философии, о смысле жизни. Ну, вот так, похихикать, поулыбаться, повеселиться и передать и стоять вот дальше. Собственно, на этом, на сегодня. Всё. Пока. До скорых книг.